всем привет продолжаем играть fallout и я продолжаю зачитывать книгу совершенный код стива макконнелла и сегодня продолжим и завершим такую главу как защитное программирование ну и дальше чё там чё то тут дальше у нас процесс программирования с псевдокодом следующая глава 9 но для начала надо завершить восьмую главу и в прошлый раз я остановился на доле защитного программирования промышленной версии ну а перед тем как продолжить я загружусь в прошлый раз насколько помню я застрял короче я нарвался на каких-то этих беспредельщиков и у меня был вариант либо зайти в пещеру а там когти смерти ну либо как-то убежать я пытался пытался меня убивали как я вышел из этой ситуации а вот так вот я съел вот это вот психа психа пом потом потом да вот это buff out buff out ну да немного закинулся наркотой вот это я по моему не ел или ел не помню но дело в том что после этого в меня даже не могли попасть эти беспредельщики я благополучно убежал и прибежал вот сюда сюда я прибежал я думал я тут возьму у шерифа квест у шерифа но шриф говорит еще мал уровнем я взял уровень не помню вроде бы еще при вас если не при вас то этот немного ремонт прокачал потому что у нас там есть яма в которой надо починить генератор и там есть лифт ну генератор еще не будете чинить я еще его прокачаю этот ремонт ну а пока выйдем в пуст а в пустошь какую пустошь у меня патроны еще хотел где-то купить патроны а здесь я наверное ни у кого не куплю сейчас я сбегаю к этому товарищу если у него какие-то под а нету не понял а куда делать все он походу продает кому-то смотрите у него опять опять немало денег значить значить где этот мой рабу вик значит я ему сейчас что-то продам а продам я ему наверное вот это продам вот это продам патру блин патрончики вот эти мне наверное нужны как раз так что-то еще продать бы ему то вот это ключ не ключ наверно пригодится гаечный уже наверное с его помощью можно что-то ремонтировать и и и и че еще продать наверно наверно ничего так это для чего это магнум не наверное наверное продавать не буду только вот этот пистолет пулемет ну да так ладно хоть что-то да продам продадим пистолет пулемет 2 тысяча неплохо это насколько потянет 20 крышек ну тоже пойдет 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 ладно вот так вот сделано тысячу двадцать ну и пойдем пошляемся дальше по пустоши сохранимся и так продолжаем до доля защитного программирования промышленной версии оставьте код который позволяет аккуратно завершить программы так пойду ка я вот сюда наверное вдоль побережья прогуляюсь так так если программа содержит отладочный код определяющий потенциально фатальные ошибки оставьте его это позволит элегантно завершить работу например в марсоходе патч файндер инженеры намеренно оставили часть отладочного кода ошибка произошла после того как патч файндер совершил посадку с помощью отладочных средств оставленных в нем инженеры из лаборатории реактивных двигателей смогли диагностировать проблему и загрузить исправленный код в результате патч файндер полностью выполнил свою миссию и это было в марте 1999 года так какие-то беспредельщики появились наверно сейчас их перестреляем уходи да я то и не приходил к вам я просто шел но это этим не говорят уходи ну куда уходи я шел шел вы тут навстречу уходи куда уходи блин вик этот косоглазый ого это ударило не силой так удар так теперь надо того догнать не убегайте так это ты не убегай куда ты болен ладно 240 очков опыта взять реже ки тоже какую-то цену имеют поэтому будем забирать и так идем дальше регистрируйте ошибки для отдела технической поддержки обдумайте возможность оставить отладочные средства промышленной версии но изменить их поведение на более подходящее если вы заполнили ваш код утверждениями прекращающими выполнение программы на стадии разработки на стадии эксплуатации можно не удалять их совсем а настроить процедуру утверждения на запись сообщения в файл убедитесь что оставленные сообщения об ошибках дружелюбны если вы оставляете в программе внутреннее сообщение об ошибках проверьте что они дружественны к пользователю пользователь одной из первых программ стива макконова сообщила ему что получила сообщение гласившие у тебя неправильно выделена память для указателя черт возьми к счастью для него у этого пользователя было чувство юмора и все как бы обошлось общепринятым и эффективным подходом является уведомление пользователя о внутренней ошибке и вывод телефона и адрес электронной почты по которым о ней можно было бы сообщить так следующий подраздел добрались до следующего подраздела защита от защитного программирования вот и такое бывает избыток защитного программирования сам по себе создает проблемы если вы проверяете данные передаваемые через параметры во всех возможных местах и всеми возможными способами ваша программа будет слишком большой и медленной еще хуже то что дополнительный код необходимый для защитного программирования увеличивает сложность например или не например а а написанный в этих целях код не лишен недостатков и вы можете находить дефекты в коде защитного программирования также как и в обычном коде особенно если вы добавляете его мимоходом подумайте где надо защититься и соответственно расставьте приоритеты защитного программирования ну и добрались до контрольного списка защитного программирования ну и сейчас я его зачитаю и так общее вопрос реализовано ли в методе защита от некорректных данных использую и вот это да валим ну это ребятки уже надо было сохраняться почаще ладно так ладно используете ли вы утверждение для документирования допущений включая пред и пост условия используется ли утверждение для документирования только тех условий которые никогда не должны происходить определены ли в архитектуре или высокоуровневом проекте системы технологии обработки ошибок указано ли в архитектуре или высокоуровневом проекте системы чему будет отдаваться предпочтение при обработке ошибок устойчивости или корректности построены ли баррикады для изоляции разрушительного эффекта ошибок и уменьшение объема кода занятого в обработке ошибок установлены ли отладочные средства таким образом что их можно активировать и деактивировать без особых проблем хватает ли защитного кода не слишком ли много и не использованы ли технологии наступательного программирования чтобы затруднить пропуск ошибок на стадии разработки теперь исключение это были общие вопросы а теперь исключение по поводу иск ой я чё не на меня я-то думал вы со мной заодно оказывается нет да хватит вам начнем начнем вот стрелил по полтуловище так исключение определен ли в проекте стандартизированный подход к обработке исключений рассмотрены ли альтернативы исключений обрабатывается ли ошибка по возможности локально или генерируется не локальное исключение возможно ли исключение в конструкторах и деструкторах генерируются ли исключения в методах на подходящих уровнях абстракции содержит ли каждое исключение все относящиеся к нему данные свободен свободен ли код от пустых блоков кетч или если блок кетч действительно допустим задокументирована ли это и последнее в списке в контрольном списке это вопросы безопасности так сейчас я сохранюсь так вопросы безопасности действительно ли код проверяющий некорректные данные входные данные контролирует попытки переполнения буфера внедрение sql и html кода переполнение целых чисел и других злонамеренных действий все ли ошибочные коды возврата проверяются все ли исключения перехватываются не содержат ли сообщение об ошибках информацию которая может помочь злоумышленнику взломать систему ну на этом на этом защитное программирование ну глава заканчивается единственное в конце главы у нас здесь есть ключевые моменты и так ключевые моменты промышленный код должен обрабатывать ошибки более изощренно чем по принципу мусор на входе мусор на выходе с помощью технологии защитного программирования ошибки легче находить легче исправлять и они наносят меньше вреда промышленному коду утверждение позволяет обнаружить ошибки на ранней стадии особенно в больших системах системах повышенной надежности и в системах с часто изменяемым кодом выбор способа обработки некорректных некорректных ходов данных это ключевое решение обработки ошибок принимаемое на этапе высокоуровневого проектирования исключение предоставляет возможность обработки ошибок в измерении отличном от нормального хода алгоритма если они используются с осторожностью то являются важным дополнением в интеллектуальном инструментальном наборе программиста применять их следует то после сравнения с другими технологиями обработок ошибок обработки ошибок ограничения применяемые в промышленной версии системы не обязательно должны относиться и ко времени разработки пользуясь этим преимуществом вы можете добавлять в отладочную версию любой код помогающий быстро выявлять ошибки так счет они не помирают о один помер вик вик бы тоже конечно не нарывался бы потому что сейчас помрет и чем не делать перелом ого как она перелом шоу не там переломалась надо наверное вот этого мудила убить который за виком бегать перелом переломом шоу нормально переориентировал на себя и сейчас надо их добить сюда это поселение интересно патроны потрачу а окупятся ли они или нет ого это было больно перелом у меня вы чё а чем он бьет это уже не смешно кстати это если перелом то получается я меньше хожу меня меньше на очков действия уходи да я не трогал вас уходи уроды на тебе оставь нас да щас оставлю щас помрешь ты оставлю да блин патроны то не бесконечные на тебе ну как то бы полечиться только как в них же наверно бомжа этих ничего нету ножик колодец веревки у меня походу нету можно было бы попробовать подцепить веревку может внизу что то есть так 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 ничего нету попробуем полечиться да вот это доктор хейп 15 15 15 навык только вряд ли не получается а ну-ка на вики доктора и чё ух ты 50 очков опыта ну-ка доктор не получается первую помощь не получается но наверное надо переночевать что ли до до выздоровления потому что с переломом ходить вон он даже не бегает он идет ну давай зайдем в палатку и спать до выздоровления всех и так новая глава у нас вот начинается процесс программирования с псевдо кодом так и чё тут чё тут чё тут ну вкратце она еще тут аббревиатура такая ппп процесс программирования с псевдо кода или псевдо код программинг процесс ну псевдо код он как бы уменьшает объем работы по проектированию и документированию и улучшающий качество и первого и второго до выздоровления я поспал только только что-то у меня зависло не понял а не не зависла эта мышка глючит да елки палки так ладно начнем да так так этапы создания класса ну это первая подглава подглава так сейчас как это все вылечить блин переломы откуда как они появились это вообще не знаю раньше такого не было так ладно идем 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 процесс программирования с псевдо кодом этапы создания класса создание общей структуры класса проектирование класса связано с множеством отдельных вопросов определите функции класса секреты скрытые в нем и точный уровень абстракции предоставляемый интерфейсом класса определите ладно сюда больше не идем определите основные открытые методы класса и спроектируйте все не тривиальные структуры данных используемые им пройдитесь по всем этим пунктам столько раз сколько необходимо для создания четкой структуры класса эти и многие другие вопросы уже обсуждались с нами поэтому поэтому ну в когда я зачитывал там по поводу класса итак конструирование методов класса всех методов класса определив на первом этапе основные функции класса переходите к конструированию каждого отдельного метода при конструировании отдельных методов обычно выясняется потребность в дополнительных методах как более низкого так и более высокого уровня и вопросы возникающие при их создании приводят к необходимости пересмотра общей структуры класса оценка и тестирование всего класса обычно каждый метод тестируется при его создании после того как класс в целом становится работоспособным его нужно пересмотреть и протестировать как единое целое для выявления тех проблем которые невозможно определить на уровне отдельных методов этапы построения метода многие методы класса такие как аксессоры или интерфейсы к другим классам могут быть простыми и понятными для реализации реализация других будет сложнее и для их создания требуется систематический подход основные действия по созданию метода это проектирование проверка структуры кодирование и проверка кода то есть обычно выполняется в следующей последовательности начало это у нас проектирование методом дальше проверка структуры возможно опять проектирование проверка структуры возможно опять проектирование дальше идет кодирование метода кодируем потом пересмотр и тестируем код возможно на этапе пересмотра и тестирования нам нужно опять спроектировать метод после проектирования метода опять проверка структуры потом кодирование пересмотр и тестирование ну и если все хорошо глюки какие то то завершение этап завершения так псевдокод для профи так называется под глава следующая псевдокодом называют неформальную нотацию на естественными упачки это чё такое постоим сбоку так ладно псевдокод это неформальная нотация на естественном языке описывающую работу алгоритма метода класса или программы процесс программирования с псевдокодом относится к конкретной методике применение псевдокода для эффективного создания кода методом поскольку псевдокод напоминает естественный язык разумно предположить что любая перефразировка ваших мыслей выполненной на нем будет иметь одинаковый эффект на практике же вы обнаружите что некоторые стили псевдокода предпочтительнее других применяйте формулировки в точности описывающие отдельные действия избегайте синтаксических элементов языка программирования псевдокод позволяет проектировать на несколько более высоком уровне чем код применяя конструкции языка программирования вы мыслите на более низком уровне и теряете преимущество проектирования на высоком уровне загружая себя ненужными синтаксическими ограничениями пишите псевдокод на уровне намерений описывайте назначение подхода а не то как этот подход нужно реализовывать на выбранном языке программирования так этот аккуратненько просто пошарюсь аккуратненько вот так вот чтобы они не согрались потому что все эти вещи мне пригодятся так возьмем и валим отсюда f5 так пишите псевдокод на достаточно низком уровне так чтобы код из него генериров генерился практически автоматически если псевдокод написан на слишком высоком уровне могут возникнуть проблемы кодирования детализируйте псевдокод до тех пор пока вам не покажется что проще было бы написать код написав псевдокод вы окружаете его кодом а псевдокод превращается в комментарии программы если вы руководствуетесь перечисленными правилами создания псевдокода комментарии вашей программе будут полными и ясными итак выгоды которые вы получите применяя псевдокод ну стиль псевдокода тут дело в том что есть такие примеры в котором просто вот человеческим языком написано вот пример псевдокода да я там частично зачитаю то есть вот черным по белому буковками обычными написано отслеживать текущее число используемых ресурсов на следующей строке если другой ресурс доступен то следующая строка выделить структуру для диалогового окна дальше есть и структура для диалогового окна была выделена то учесть что используется еще один ресурс ну и все в таком виде то есть это пример такого псевдокода так вот выгоды как какие какие выгоды вы получите применяя такой стиль псевдокода псевдокод упрощает пересмотр конструкции вам не потребуется вникать в исходный код псевдокод поддерживает идею итеративного усовершенствования вы начинаете с высокоуровневой конструкции уточняете идет до псевдокода который в свою очередь преобразуется в исходный код такое последовательно усовершенствование осуществляемое шаг за шагом позволяет проверять свои проектные решения по мере перехода на более низкие уровни в результате вы обнаруживаете высокоуровневые ошибки на самом верхнем уровне среднеуровневые на среднем а низкоуровневые на самом нижнем прежде чем они создадут проблемы да что ты будешь делать ну ну эти собаки псевдокод упрощает внесение изменений что проще исправить линию на чертеже или снести стену и сдвинуть ее на метр в сторону программирование программирование эффект не столь драматичен в плане физических усилий но идея та же несколько строк псевдокода легче исправить чем страницу кода одна из основ успеха проекта отловить ошибку на наименее значимой стадии когда для ее исправления требуется минимум усилий поиск ошибки на стадии псевдокода требует гораздо меньше затрат чем после полного кодирования тестирование и отладки так что есть экономический стимул обнаружить ошибку как можно ранее псевдокод упрощает комментирование программ в типичной ситуации вы сначала пишите код а затем добавляете комментарий при программировании с помощью псевдокода предложение псевдокода становятся комментариями так что на самом деле их проще оставить чем удалить псевдокод сопровождать проще чем другие виды проектной документации при других подходах проектная документация отделена от кода и внесение в нее изменений порождает несоответствие при программировании с помощью псевдокода предложение псевдокода становятся комментариями программы внося изменения в комментарии вы таким образом поддерживаете в корректном состоянии проектную документацию псевдокод как инструмент проектирования трудно переоценить исследования показали что программисты предпочитают псевдокод за его возможности упрощать создание программных конструкций так делать блин потерял конструкций помощь в определении некорректных проектных решений простоту документирования и и и внесение изменений псевдокод не единственный инструмент детального проектирования но наряду с псевдокодом полезная вещь но наряду с псевдокодом полезная вещь в инструментарии программиста попробуйте его в деле ну и дальше мы обсудим бэмс и чё блин да это задолбало реально перелом если вы получаете перелом где-то фоллауте надо идти в ближайший город и лечиться потому что тупо я даже убегать от убежать от врагов не могу у меня это количество очков действий просто просто маленькая и никуда убежать я не могу вот я пытаюсь дойти до этого города но встречаю всяких 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 зверюшек и мое умение вот это ну там как она называется при котором я замечаю там врагов что-то вообще не работает ну вот опять эти гекки как я от них убегут кто мне скажет никак ну попробуем что делать он сейчас начнут бить ногами руками попробую отстреливаться от они отстреливаться не вариант вообще одно очко действия для того чтобы убежать так ладно конструирование методов с использованием псевдокода и так первое что у нас проектирование метода определив состав методов класса приступайте к их проектирование допустим вы хотите написать метод вывода сообщений об ошибке основанного на коде ошибки и назвали этот метод report error message вот неформальная спецификация report error message report error message принимает в качестве входного параметра код ошибки и выводит сообщение об ошибке соответствующие этому коду кстати я вот так вот буду сохраняться заходить в каждую клеточку и сохраняться он отвечает этот метод за обработку недопустимых кодов если программа интерактивная report error message выводит сообщение пользователя если она работает в режиме командной строки то заносит сообщение в файл после вывода сообщения report error message возвращает значение статуса указывающие успешно ли он завершился этот метод используется в качестве примера дальше во всей этой главе которую я буду зачитывать а в оставшейся части этой главы или раздела описывается его проектирование итак проверка предварительных условий прежде чем что-либо сделать с самой процедурой убедитесь что функции метода четко что функции метода четко определены и соответствуют общим проектным решениям определите задачу решаемую методом сформулируйте задачу решаемую методом настолько детально чтобы можно было переходить к созданию метода если проект высокого уровня достаточно подробен эта работа уже сделана проект верхнего уровня должен содержать по крайней мере следующие информацию скрываемую методом входные данные и выходные данные предусловия которые гарантированно должны соблюдаться до вызова метода ну это входные значения находятся в заданном диапазоне потоки инициализированы файлы открыты и так далее дальше пост условия которые гарантированно должны соблюдаться прежде чем метод вернет управление вызывающей программе то есть это выходные данные находятся в заданном диапазоне потоки инициализированы файлы открыты и так далее и тому подобное так ну нормально тут интересно сколько томмиган стоит 2 800 ну пойдет 28 37 28 37 есть 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 сколько мне деньжат уже 6400 нормально и так вот как это выглядит для метода report.error.message ну первый метод скрывает текст сообщения и текущий метод обработки интерактивные или командные строки выполнение каких-либо предусловий не требуется входными данными являются код ошибки выходные данные двух видов сообщения об ошибке и статус возвращаемый report.error.message вызывающий программе возвращаемый возвращаемый статус должен принимать одно из двух значений success или файл ну это пример 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 для для метода report.error.message то есть поэтапно были определены по пунктикам ну все остальные скажем так этапы так ладно подождите дай-ка я блин а чё он меня не полечит это плохо броня о броню надо вику вику надо прикупить броню так 2219 да так идем дальше дальше у нас тут название метода вопрос именование метода не понял ай блин я я чё-то тупанул да да надо же было нажать предложить ладно 21 вот так вот так название метода вопрос именования метода кажется тривиальным но хорошее название это признак высокого стиля программирования и дело это не простое вообще метод должен иметь понятное недвусмысленное имя затруднения в выборе имени метода могут свидетельствовать о том что его назначение не совсем понятно неясное невыразительное имя метода сродни предвыборным обещаниям политиков в вроде бы о чём-то оно и говорит но если задуматься непонятно о чём если можно дать методу более ясное имя сделайте это если невыразительное имя результат неясных проектных решений вернитесь к ним и измените их в примере report error message вполне недвусмысленное имя что означает хорошее имя так а как же мне полечиться как мне полечить этот перелом кто может меня вылечить блин это плохо это плохо блин садишь перелом не вариант надо подумать где бы можно было бы полечиться так сюда мы идти не будем я тут уже был как же лечить перелом ладно может там кто-то хотя тут больше доктора нету опачки а что такое кто тут кто тут а вон какой-то крота крыс или что так ладно решите как тестировать метод в процессе написания метода думайте о том как вы будете его тестировать это принесет пользу вам при блочном тестировании и тестировщикам проводящим независимое тестирование в нашем примере входные данные просты так что можно планировать тестирование report error message со всеми допустимыми кодами ошибок и различными неверными кодами исследуйте функциональность предоставляемую стандартными библиотеками основная возможность улучшить качество и производительность своего кода повторно использовать имеющийся хороший код если метод кажется вам слишком сложным и у вас возникают проблемы с его проектированием спросите себя не реализована ли часть его функциональности в библиотеках языка платформы или средства разработки которые вы применяете нет ли нужного кода стандартных библиотеках вашей компании множество алгоритмов уже реализовано протестировано обсуждено в профессиональной литературе пересмотрено и усовершенствовано не тратьте время на реализацию готового алгоритма по которому написана кандидатская диссертация продумайте обработку ошибок продумайте обо всем плохом что может случиться с вашим методом подумайте о плохих входных данных недопустимых значениях возвращаемых другими методами и так далее методы могут обрабатывать ошибки разными способами и вам нужно четко определиться с одним из них если стратегия обработки ошибок определяет архитектура программы вы можете просто следовать этой стратегии в других случаях вам следует решить какой подход будет оптимален в данном конкретном случае думайте об эффективности в зависимости от ситуации вы можете подходить к эффективности одним из двух способов в первом случае подавляющем большинстве систем эффективность не критична при этом убедитесь что интерфейс метода достаточно абстрагирован а код читабелен и при необходимости вы можете его легко усовершенствовать при хорошей инкапсуляции вы сможете заменить медленные ресурс соемки конструкции языка высокого уровня более эффективным алгоритмом или реализации на быстром компактном языке низкого уровня не затронув при этом другие методы во втором случае в незначительном числе систем производительность может быть критично проблемы производительности могут быть связаны с недостатком соединений с базой данных ограниченной памятью малым количеством доступных дескрипторов и другими ресурсами архитектура должна указывать сколько ресурсов каждому методу или классу может быть предоставлено и как быстро он должен выполнять свои операции как правило не стоит тратить много усилий на оптимизацию отдельных методов эффективность в основном определяется конструкция высокого уровня обычно микрооптимизация выполняется только тогда когда закончена вся программа и выясняется что высокоуровневая конструкция исчерпала свои возможности свои возможности обеспечить нужную производительность не теряйте время на вылизывание отдельных методов пока не выяснится что это необходимо так 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 ладно что надо чтобы купить гроб что новом городе о кто-то разрывает могилы я буду чем не понял блин невнимательно читаю ладно исследуйте алгоритмы типы данных если доступные стандартные библиотеки не предоставляют нужной функциональности имеет смысл исследовать литературу с описанием алгоритмов если вы нашли подходящий готовый алгоритм корректно адаптируйте его к применяемому вами языку пишите псевдокод у вас не будет сложности если вы прошли все предыдущие этапы основное назначение которых в том чтобы у вас сложилось четкое понимание того что нужно писать закончив предыдущие этапы можно приступать к написанию высокоуровневого псевдокода запускайте редактор кода или интегрированную среду и пишите псевдокод метод который станет основой исходного текста программ начните с основных моментов а затем детализируйте их самая главная часть метода это заголовок комментарий описывающий действие метода так что начните с краткой формулировки назначения метода написание этой формулировки поможет вам прояснить ваше понимание метода если вы испытываете затруднения при написании этого обобщенного комментария вам видимо следует лучше разобраться с ролью этого метода ну и тут такой небольшой пример заголовка метода этот метод выводит сообщение на основании кода ошибки получаемого от вызывающей программы способ вывода сообщения зависит от режима работы который он определяет сам он возвращает значение указывающие на успешное завершение или сбой написав общий комментарий добавьте высокоуровневый псевдокод и вот пример псевдокода метода установить статус по умолчанию сбой найти сообщения соответствующие коду ошибки если код ошибки корректен если работа в интерактивном режиме вывести сообщение и указать успешный статус если работа в режиме командной строки запротоколировать сообщение об ошибке и указать успешный статус если код ошибки не корректен информировать пользователя об обнаружении внутренней ошибки и вернуть статус то есть это был пример заголовка метода и пример псевдокода метода и еще раз этот псевдокод который я зачитал достаточно высокого уровня он не содержит конструкции языка программирования а объясняет последовательность действий на естественном языке продумайте применение данных структуре данных можно подходить с разных позиций в нашем примере данные простые и манипуляции с ними не является существенной частью метода в противном случае важно продумать основные фрагменты данных до построения логики метода структуры основных типов данных окажутся весьма полезны проверьте псевдокод написав псевдокод и спроектировав данные уделите минутку просмотру написанного задумайтесь как бы вы объяснили это кому-то другому попросите кого-нибудь прочитать написанные и выслушать ваше объяснение вам может показаться глупым просить коллегу посмотреть на какие-то 11 строк псевдокода но результат вас удивит псевдокод более ясно обозначает ваши ошибочные намерения чем код на языке программирования к тому же люди охотно просматривают несколько строк псевдокода своих коллег чем 35 строк программы на языке или Ява убедитесь что вы имеете четкое представление о том что и как делает метод если вы не понимаете его концептуально на уровне псевдокода какой же тогда у вас шанс разобраться в нем на уровне языка программирования если его не понимаете вы кто его поймет подпишите несколько идей псевдокодом и выберите лучшую пройдите по циклу прежде чем кодировать реализуйте как можно больше своих идей в псевдокоде приступив к кодированию вы эмоционально вовлекаетесь в этот процесс и вам труднее отказаться от плохого проекта и начать заново общая идея как раз общая идея раз за разом проходить по псевдокоду пока каждое его предложение не станет настолько простым что под ним можно будет вставить строку программы а псевдокод оставить в качестве документации часть псевдокода написанного при первых подходах может оказаться достаточно высокоуровневой и потребовать дальнейшей декомпозиции не забывайте это сделать если вам непонятно как закодировать какой-то фрагмент продолжайте работать с псевдокодом пока это не прояснится продолжайте уточнение и декомпозицию пока это не будет выглядеть как напрасная трата времени по сравнению с написанием настоящего кода так ну на сегодня все на сегодня все а с этими переломами конечно же не красиво получилось и что я хочу а я хочу куда-нибудь дойти все-таки в какой-то другой город возможно там полечиться потому что ну с переломами это не вариант и пойду я пойду я куда-то ну не знаю сюда а где-то что тоже должны быть какие-то поселения потому что в сторону побережья я пошел там вот эти анклавщики видимо там рядом их город находится который конечно же охраняется там эти патрули шарятся ну и туда надо идти уже подготовленным соответственно идем в другую сторону в ньюрина я идти пока не хочу хотелось бы туда приехать на точили на машине поэтому поэтому нам надо доктора в рейдинге доктор мудаковатый оказался и лечить не хочет о о какое-то поселение главное сейчас не нарваться на каких-то беспредельщиков так что это за поселение так оружие спрячем судя по всему что-то тут не очень поселение модок так что такое модок а это небольшой старомодный фермерский городок окруженный бескрайними полями мертвых или почти мертвых посевов ну что ж давайте походим по модоку это сравнительно ну написано так сравнительно крупное поселение с развитой инфраструктурой поскольку в городе есть шериф но отсутствует укрепление и военизированные формирования есть основания полагать что местность в округе является спокойной и мало населенные расположение модока довольно удачные местность не заражена за исключением какого-то огорода огорода какого-то фаралла где водятся радиоактивные крысы и свинокрысы через город проходит один из торговых маршрутов и содержание гостиницы является прибыльным делом по всей видимости модок является характерным послевоенным поселением которое ведет натуральное хозяйство и занимается мелкотоварным ремесленным производством в частности здесь есть кожевельная мастерская в обмен на необходимые им товары жители могут продавать сельскохозяйственную продукцию вяленое мясо со скотобойни добычу охотников и в отдельных случаях найдены ими в окрестностях довоенные артефакты кстати да город тут не маленький поэтому полазим здесь давайте поторгуем ну в первую очередь конечно же надо было бы найти надо было бы найти этого доктора короче это не то 53 где тут веревку я куплю она всегда пригодится ее можно куда-то в колодец опустить слазить туда но в первую очередь первую очередь надо я наверное пойду искать доктора 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 если он тут есть это чё у нас это опять наверно какие-то сектанты о есть какие-то поселения 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 но мне это наверно домик фермера так так это наверно жена фермера да какого-то болтаза болтаза или болтаза да с этим переломом печаль полная так так это чё бак с водой давай давай что тут написано о какая-то мастерская так товары какие у него товары из товара у него не густо ладно а где вторая локация или ее нету по идее что шериф было написано есть шериф значит но мне то надо доктор где-то пёс лает а во во переход в следующую локацию так это чё это чё это чё это чё о тут еще какие-то какие-то домики ну вряд ли то больница переломы да никогда не получайте ребятки переломы потому что как вы видите это такие проблемы наверно тут никаких докторов нет это наверно отель ну да или чё это так 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 ух ты это еда не хочу сходим сходим какого старику хотя я наверно сейчас уже все запись уже прекращу и побегаю в режиме не записи и поищу этого доктора потому что с переломами ходить печально ой до свидания чё он еще скажет лопата ничего у него нет ладно короче ребятки на сегодня все всем спасибо за внимание я в фоновом режиме если будет время то я тут побегаю попытаюсь все таки вылечить эти переломы ну и в следующий раз конечно уже продолжим поэтому всем я вроде уже сохранился да всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем ну и все такое всем пока пока